Сыр типа Филадельфия Для приготовления этого сыра нам нужны следующие продукты. Я использую обычную сметану 20% жирности. К сметане я добавляю греческий йогурт. Я использую вот такой греческий йогурт 3,5% жирности. Пропорции относительно сметаны и йогурта у меня на 100% сметаны и 50% йогурта. То есть, если у меня здесь полкилограмма сметаны, 500 грамм, у меня 250 грамм йогурта. Размешиваем вместе йогурт и сметану. Сейчас я добавляю сюда соль и добавляю сюда 3 чайной ложки соды, пищевой обычной соды. Вот этот кислый привкус, сода имеет свойство немножко его смягчить. Добавляем соль и соду. Сейчас я закрываю капроном. Можно использовать марлю или специальный дренажный мешок. Сейчас я эту массу переливаю в сито. Накрываю тарелкой. Сейчас нужно положить какой-то груз сюда, приблизительно где-то 1 кг вес. И отправить в холодильник до утра, ориентировочно на 10-12 часов. И утром мы проверим, какая будет консистенция у нашего сыра. Может быть, мы еще подержим 2-3 часа дополнительно. Вот он сразу у нас стал более плотным и его можно переложить на тарелку. Вот такой получился сыр. Сейчас я его разрежу и мы посмотрим, какая у него консистенция. Он не должен быть сильно твердым и также он не должен быть сильно мягким. Посмотрите поближе, какая у него структура. Он очень такой маслянистый, однородный и пастообразный. Именно по плотности, я думаю, что плотнее делать его не нужно. Если вы хотите, чтобы он был менее плотным, тогда дополнительно 2 часа не нужно держать под грузом. Сейчас я попробую его на вкус. Приятный сырный вкус с умеренной кислинкой и такой слабо слегка соленый. Сейчас я хочу попробовать... У меня здесь кусочек вот этого сыра Филадельфия. Когда пробуешь 2 сыра одновременно, сразу можно сказать, отличие какое. Этот сыр Филадельфия настоящий, он более плотный. Он, видите, хорошо разрезался. Но можно еще учесть то, что он у меня хранится в холодильнике в нулевой камере. А этот сыр свежеприготовленный. Я думаю, что если он полежит в нулевой камере, он станет таким же плотным. По вкусу он отличается солью. В этом сыре больше соли. Наверное, в 2 раза даже. Он хорошо посоленный. Я понимаю, что мы в домашних условиях не сможем сделать идеальный Филадельфию, чтобы он был как производственный, как заводской. Но мы, в принципе, мы только стремимся к этому. Но учитывая то, что мы с вами дома не можем сделать производственный сыр Филадельфия, мой сливочный сыр Филадельфия, который я приготовила, он по вкусу незначительно отличается от оригинального заводского сыра Филадельфия. Поэтому я хочу сказать, что этот сыр можно использовать и в десертах, можно использовать в закусках, в суши, куда угодно, где требуется сыр Филадельфия. Потому что не все могут сыр Филадельфия приобрести в продаже. Готовьте с удовольствием. Этот сыр получился у меня очень вкусный. И я хочу сказать, что я добавила туда совсем маленькую щепотку соды. Видимо, она еще придала привкус этому сыру. Многие рецепты предлагают в этот сыр добавлять лимонный сок. Я считаю, что это лишнее, потому что оригинальный сыр Филадельфия, он абсолютно не имеет никакого цитрусового, ни запаха, ни вкуса, ни никакой абсолютно цитрусовой нотки. Я в названии укажу, что это сыр Филадельфия, но поставлю в кавычки. Это домашний сыр Филадельфия, или можно сказать, типа Филадельфия, которые приближены к оригинальному рецепту. Я прощаюсь с вами. Была рада, что вы были со мной. Готовьте с удовольствием. И до новых вкусных рецептов!